Дорогие друзья, мы, жители Севастопольса, обращаемся к вам буквально с таким заявлением. Мы одна страна. Мы хотим просто показать, для чего мы здесь стоим все. Мы стоим против фашизма, чтобы не прошел фашизм. И у нас, у простых людей, есть предложение. Для Львова. Услышьте нас, львовяне. Услышьте нас, Ивано-Франковск. Услышьте Харьков. Услышьте Донецк. Давайте в какой-то день сделайте такие повязки. И проведем в каждом городе, покажем, что мы нормальные, простые люди, что мы против фашизма. Это позволит нам объединиться, раз, и прекратить вот эти инсинуации, которым нас оболивают грязью. Нам говорят про вас плохое. Вам говорят про нас. Мы объясняем от Севастополя. Нас интересуют всего три вещи. Нас интересует язык. Мы хотим говорить на своем языке. Не заставляйте. Вы 20 лет пытаетесь из нас сделать украинцев. Я не буду украинцем. Я русский человек. Но я гражданин Украины. Это первое требование. Второе наше требование. У нас есть своя история. Достойная и славная история. И в свете тех постановлений, которые принимает Верховная Рада о борьбе с советским прошлым, что снести вот эти памятники все, уничтожить этот город, этого не будет. Я не прихожу во Львов и не рассказываю, кому поклоняться. Я с уважением отношусь к вашему выбору. И третий. Мы единственный город, который подбирался дискриминации. Мы не выбирали своего мэра. Мы не могли избрать свою власть. Нам все время приглашали чушаков. То со Львова, то с Донецка, то еще откуда-то. Мы хотим и требуем, чтобы наш мэр был нашим человеком. И власть была наша. Вот и все. Я вам озвучил все требования. Мы не террористы. Мы не сепаратисты. Мы просто за свой народ, за свой город. И мы против фашизма. Фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет. Давайте это сделаем все вместе, чтобы политики не смогли нас поссорить. Им это выгодно. Давайте мы простые люди возьмемся и покажем, за что мы стоим. За что вы на Майдане стояли. За что мы здесь стоим. Мы стоим не за власть. Давайте, дорогие друзья. Мы стоим не за власть.